Добро пожаловать, родные! Но поверьте, родные, если вы будете внимательны сегодня, вы что-то для себя возьмете. Это откровение я получил Богом еще много лет назад, но мне сейчас хочется поделиться с вами им. Вы заметили ли вы такой момент, чем дальше развивается мир, тем больше тебя обкрадывают от общения, разговора и дружбы с собой? Вы заметили, что у нас много чего крадут? Но одна из вещей, которую мне Бог сказал, говорит, сын, заметь, что тебя крадут от одиночества и проведения времени с собой, с тем, кто ты. Семья, поймите, что Богом заложены огромные ресурсы и сила внутри тебя. Но дух этого мира сделал так, что при первой боли мы бежим за помощью к кому-то. Вы заметили это? Сейчас мне нужно ваше определенное внимание, потому что то, что я буду говорить, я не говорил еще. Вы заметили, как все, технология, вот эти вот девайсы, вот эти вот девайсы, вот эти все электронные штучки, все рассчитано, чтобы у тебя не было вообще свободной секунды провести с собой. Чем дальше ты идешь, тем больше ты попадаешь, что ты абсолютно ограблен от общения с собой. Бог мне сказал, когда я тебя создавал, я вложил внутри тебя самый огромный ресурс для тебя же. Вы знаете, когда настает тяжелый день и давление, в основном большинство людей, они не хотят остановиться и копать вглубь себя, найти силу там. Мы быстро срываемся и бежим за консульсациями, помощью и молитвами и пророчествами. У большинства просто нет времени докопать до своей глубины и своего сокровища. Семья с того момента, когда Бог мне это открыл, я перестал искать помощи людей, не потому что они плохие или я гордый, а потому что я понял, что вложено в меня Богом. Сейчас давайте прочитаем одно из мест Библии. Пожалуйста, найди сейчас, да, я дам тебе возможность. Иакова, первая глава. Это не Джейкоб, это Джеймс. Да, Джеймс, это Новый Завет. Иакова, первая глава со второго стиха. Смотрите, я буду потихоньку читать. Братья мои, если вы впадаете, если выпадают на вашу долю какие-то испытания, пусть это будет вам в радость. Братья мои, если вы впадаете на вашу долю какие-либо испытания, пусть это будет вам в радость. Как об этом думаете и знаете, что в испытаниях веры вашей обретаете вы стойкость. А стойкость должна получить свое полное развитие в вас. Смотрите, здесь говорится о давлении и искушении, испытании на тебя. Итак, а стойкость должна получить свое полное развитие в вас, чтобы стать вам людьми зрелыми, характера цельного, без всякого недостатка. Другими словами, когда на тебя приходит давление, когда на тебя приходит испытание, это Богом допущено, чтобы тебя углубить, сделать зрелее и крепче, и независимым ни от кого. Слышите здесь? Зрелыми характера цельного, без всякого недостатка. То есть у тебя нет недостающих частей. Вы знаете, вспомните, как выбираются в армии, в специальных службах, выбираются самые элитные войска. Elite force, air force, к примеру. То есть, когда выбираются воины, выбираются элитные войска. Я один раз смотрел хронику, там создается такое давление, и ад в их жизни просто настолько их тренирует в кошмаре. Они их тренируют настолько сильно, ребят, там ломаются самые мощнейшие мужики. И у них задали вопрос, почему вы проводите через такой кошмар, через такое давление, чтобы они сдались, и сделают все возможное, чтобы они сдались. Чтобы они сдались. Он говорит, потому что те, кто не сдадутся, это те, которые докопали до такой силы внутри себя, что их теперь можно употреблять. Семья, знаете ли вы, что когда до давления, до ада в твоей жизни ты не знаешь, какое сокровище внутри тебя? Бог мой, мы с женой узнали, что внутри нас находится, когда ад на нас сорвался, и у нас не было выхода, как перетерпеть, выстоять и переломать это все. Боже мой. И потом ты удивляешься, почему эти люди на позициях этих. Да потому что, чтобы там быть, ты должен пройти через весь этот ад и выстоять. И когда ты все это прошел, у тебя по какой-то причине теперь есть, что дать людям. Кто-то понимает? Так теперь вот я объясняю, почему Иаков говорит, радуйтесь, когда входите в испытание. Потому что это испытание веры доводит вас до совершенства и способности не зависеть и быть полноценным. Кто-то понял это место из Библии, что это такое, Иаков? Потому что иногда читаешь и ничего не понимаешь. Вот что оно значит. Другими словами Иаков говорит, радуйтесь, потому что выйдя из этого, вы будете глубже, мудрее, крепче, сильнее. Аминь. Поэтому, если сейчас что-то вышло против тебя, оно Богом допущено, чтобы тебя сильнее сделать. И дальше Иаков пишет, Бог никого не искушает. Искушение и испытание – это две разные вещи. Аминь. Бог испытывает тебя. Приходит давление, которое ты говоришь, больше я не выдержу, Бог. А Бог тебе говорит, как те, знаете, сержанты, которые мучают этих солдат. Вытерпишь, стой. И потом ты, оказывается, умеешь. Ты удивился, что ты смог. Вы берете что-то для себя себе? Поймите, но это можно познать только тогда, когда против тебя вышло все, и у тебя есть время провести с собой, понять, кто ты, и понять, что внутри тебя. Вы знаете, в 93-м году, когда закончилось пробуждение, которое было у меня там дома, и когда пробуждение окончилось, я впал в такое, знаете, разочарование. Я бросил мою работу, я взял палатку и уехал в лес. Я решил поститься, взял с собой только воду и уехал в лес. Семья, я был шокирован, я уехал искать Бога. А когда я уехал оттуда, я нашел себя. Семья, я уехал искать Бога, но я узнал, что скрыто во мне, потому что неделю я провел исключительно с Богом, без ничего, ни девайсов, ничего. Только вода и палатка, больше ничего. Семья, кто из нас, вспомни, кто из нас когда-нибудь проводил один на один, минимум неделю, просто в посте и просто с Богом, вы будете шокированы, почти никто. Знаете, почему нас так мало? Знаете, почему так мало людей, которые знают себя и знают своего Бога? Потому что у людей нет времени провести с Богом и с собой наедине. И дьявол делает все возможное, чтобы забросать тебя девайсами, имейлами, всякими соцсетями, ответами, всякой ерундой, чтобы у тебя не было возможности даже вникнуть в себя и подумать, кто ты. И Бог мне потом сказал, ты ограблен от общения с собой. Кто-то слышал? У тебя украли тебя. Ты не общаешься с собой. У тебя даже нет времени, чтобы твое сердце поговорило с тобой. О, Бог мой, в ту неделю в палатке, как много я узнал о себе. Я там и выплакался, и выкричался, и отпсиховался. Я там все, я в той палатке родился. Я Богу своими кулачками махал и доказывал, почему ты бросил меня. Я там все, сделал все, что мог. Все мои психи вышли. И помните, это не было время, где я приехал, о, Господи, я твой, коснись меня. Там был кошмар. Это был сезон, где Бог перестал со мной разговаривать, или мне так казалось, что Бог перестал со мной разговаривать. И я приехал высказать Ему в лицо все, что я о нем думаю. Вы знаете, однажды я задал небесному Отцу вопрос, почему большинство людей избегают одиночества? Потому что там ты познаешь, кто ты. Оттуда ты выходишь богаче, чем вошел. Дьявол ненавидит, чтобы ты открыл свой собственный ресурс. Бог мой, вы знаете, я вам уже говорил, я уже некоторых подсадил на эту мою передачу. Передача, вот это один, знаете, Alone называется. О, Боже мой. Они мне должны, кстати, заплатить за эту рекламу, реально. Потому что, я честно говорю, это, наверное, самое мощное, survival, я имею в виду для выживания людей. Кстати, начался новый сезон, пожалуйста. Люди, которые привыкли выживать, когда их сбрасывают с вертолета, с чемоданом без ничего, вот там проверяются, кто они. Если вы видели эту передачу, эта передача настолько сырая и ненормальна, вот, знаете, открытая. Там мужики огромные плачут, как девочки, потому что их сломала пустыня. И в одной причине они должны были просто пройти, выкопать эту силу изнутри себя. Семья, дорогие, вы не представляете, какие вы интересные, подружитесь с собой. Я вам просто бросаю вызов. Вы заметили, как редко мы садимся говорить с собой? О, Бог мой, Бог, мне, когда Он указал мне на это, говорит, сын, вот сейчас просто заметь, когда ты в последнее время оставлен сам с собой, поговорить с собой, со своим сердцем, с мотивами, со мной. Я помню то время, Бог мой, я настолько был занят строить Его царство, что я перестал, знаете, копать в себя и в Него. Бог говорит, я настолько хочу познакомить тебя с собой и с силой, которую я вложил в тебя. Тебе никто до конца в твоей жизни не будет нужен, кроме меня. Все. Родные, я бросаю каждому из вас вызов. Просто познайте себя, возьмите время. Я не знаю, когда, я не знаю, что. Возьмите время, узнайте себя, побудьте с собой. О, Бог мой, я увидел, как Дух Святой начинает с тобой говорить, когда у тебя нет отвлечений, нет всяких пищалок, сигнализаций, имейлов, телефонов, ничего. Как быстро Бог начинает. Я спросил Бога, почему мы, люди, боимся одиночества, почему мы Его избегаем? Ответ отца был простым. Потому что, как только человек остается один, он начинает говорить себе правду. Вся внутренность, все твое сердце начинает говорить тебе истину. А чаще всего мы забиваем эту истину, Дух этого мира забивает эту истину алкоголем, наркотиками, блудом, любой ерундой, компьютерными играми, чем угодно, только не говори с собой. Мы окружаем себя людьми, ситуациями, долгами, всякой дружбой, неправильной, суетой, чтобы не услышать себя. И потом я смотрю вот эту передачу, знаете, как бы вот эту серию, вот эти Alone, и там сидят люди, взрываются, потому что они начали себе говорить правду, и некоторые не выдерживают разговора с собой. Если вы посмотрите эту передачу, вы будете шокированы. Что с людьми происходит на третьей, четвертой неделе? Уникально эти люди не могут избежать разговора с собой. Этот разговор становится настолько громким, что ему нужно принимать решения, которые меняют его сути. Вау! Если обыкновенные люди, не знающие Бога, попадают в пустыню, и их жизнь меняется навсегда, вы думаете, с Богом ты что-то, ты можешь достигнуть намного больше? Вы знаете, потому что честно, мы боимся поговорить с собой честно. Мы боимся вот этой, знаете, сырой истины, которая всплывает внутри нас. Вот представьте на минуту, если вывернуть все наши мысли, настоящие желания, реальные проблемы, мотивы нашего сердца. Вы знаете, мы обычно с чем? Мы не хотим с этим иметь дело. Мы это просто в уголочек сметаем, знаешь, до следующего момента. О, Бог, это не оно. А Бог хочет, чтобы ты поговорил с собой. Рано или поздно, семья, мы столкнемся с этим. Бог создаст для нас ситуацию, где... Он создаст ситуацию, где ты... Резко у тебя не будет работы, или у тебя что-то случится, и ты будешь вынужден остаться один на один с собой. Вы знаете, какое в тюрьме строгого режима самое страшное наказание? Знаете, какое? Это настоящая правда, это, как вам сказать, это статистика. Статистика тюрьм. В тюрьмах строгого режима они сидят в таких, знаете, как вам сказать, в таких комнатах, где по несколько человек их выпускают несколько раз играться. Играть там, кушать, общаться. Все те, кто там сидят, когда им задавали интервью, они говорят, самое страшное, когда мы провинимся, и нас садят на месяц, на два в одиночку. Ты в одной... сидишь в одной комнате один, два месяца, три месяца. Они говорят, лучше бы меня избили до смерти, чем дали мне два месяца один на один в тюрьме. Можете представить, что это такое? Они говорят, когда начинается... Вы знаете, что происходит у человека, который сделал преступление, когда он садится в одиночку? Ему начинают говорить люди, которым он убил, повредил и нанес боль. Они начинают с ним разговаривать через его сердце. И они начинают орать, потому что ничего с собой делать не могут. И говорят, некоторые люди, которые без Бога, они просто помешиваются сознанием, потому что не способны справиться с тьмой внутри себя. Кто-то понимает, что такое настоящий ты? И как нам в реальности вместе с Духом Святым нужно адресовать себя, понять, кто я, исцелиться внутри и черпать из источника силы, которые Бог в тебя заложил? Семья, что есть зрелость? Зрелость – это независимость. Кто-то понимает? Нет, нет, нет. Независимость – это independence, да. Это ты не зависишь ни от каких источников. Смотрите на детей. Чем ребенок меньше, тем больше он зависит от мамы, папы, детского садика, кушать, покакать, поменять пампер. То есть он зависит. Чем дальше, чем все старше ты становишься, ты становишься независимым от всех факторов, потому что ты можешь сам за собой ухаживать, кормить, переодевать, мыть и так далее. И поэтому духовная зрелость – это выйти, отсоединиться от всех источников, на которые ты зависишь, или переподсоединиться на источник, который Бог тебе дает. И подсоединиться на источник Бога. Кто-то понимает, о чем я хочу? Окей, смотри. Как раз услышать себя зачастую страшнее всего. Услышать себя. Это страшнее всего. Потому что многое нужно начать менять в твоем сердце. Бог мой, когда начал разговаривать с моим сердцем, о, Бог мне начал говорить, что я должен сделать и как поменяться. Бог адресовал решение, которое я сделал неправильно, и Он говорит, ты должен это изменить. Бог мой, как я не хотел это делать. Все внутри меня начало всплывать и адресовать мой характер, мое поведение, мои решения, мои мотивы. Я был удивлен, как много вещей Дух Святой адресует. И Дух Святой мне очень просто сказал, Он говорит, или ты это адресуешь сейчас, потому что все вы, все мы адресуем это или во время жизни, или после смерти. Лучше это сделать во время жизни. Вы знаете, в Библии я постоянно натыкаюсь на один момент очень интересный. Почему Иисус очень часто был один? Почему пророки Ветхого Завета часто жили в пустынях один на один? И для меня, помню, начало быть интересным, а что если я начну это делать? Я, кстати, по сей день, жена точно знает, я по сей день ужасно люблю быть один. Я люблю быть иногда часами, иногда днями, люблю быть один на один с собой. Вы знаете, сначала я раздражал себя же, когда приходил молиться, потому что все внутри меня надо было менять. Но когда я понял, что Бог, этот Дух внутри меня, Он желает все мне во благо, я подружился наедине с собой и с Духом Святым внутри. И вы знаете, мне очень нравится бежать в одиночество на связь с Богом, потому что сейчас я услышу честную Божью статистику о том, кто я и что происходит и что мне делать. О, поначалу я увидел ужасного себя. Вы знаете, поначалу я был в собственной иллюзии, что у меня было все нормально. Я даже представить не мог, что начало всплывать внутри меня. Семья, именно там люди мне постоянно задают вопрос, почему ты все говоришь вот так в лицо и не меняешь фразу? Почему, когда я тебя слушаю, ты меня раздражаешь? Ну, блин, ты правду же говоришь. Вы заметили это? Почему ты говоришь вот так, не смазываешь углы, просто на тебе в дыню и все. Потому что семья, я научился этому методу наедине с собой. Я так с собой разговариваю. Ты не начинаешь разговор приятный с утопающим. Здравствуй, как тебя зовут? Тебе помощь нужна? Ты орешь, ты бросаешь, ты вытягиваешь. Вот это разговор с собой. У тебя там начинаются серьезные действия, очень серьезные крики и очень серьезная помощь. Вот это примерно то, что должно произойти с нами. Мы должны выйти из излюзии, семья. Ну, пастор, а ты можешь это перефразировать? Нет, я не перефразирую это. Потому что ты не способен меня услышать, когда я буду все смазывать маслом. Аминь? Вот почему они кто-то любит нас, кто-то не любит нас, не имеет никакого значения. Я знаю одно. Я скажу тебе правду. Все. Нравится она тебе, не нравится. Поднимутся мои рейтинги, опустятся. Я здесь, чтобы сказать тебе правду. О, какая бы у нас была за 18 лет мега церковь, если бы я все мазал маслом. Бог мой, я же знаю, как все это работает. Чем больше компромиссов, тем больше стульев занято. Но, чем больше пастор сдает компромиссов, тем больше людей не меняться могут и оставаться в служении. Кто-то понимает? Чем больше компромисса, тем больше людей способны оставаться, не меняясь. А я хочу живого Бога, семья. А я хочу его славы. А я хочу правды. И не важно, чего мне это будет стоить. Я хочу движение живого Бога. Все. Всю жизнь было, и так будет до конца. Хочешь ли, нет, тебе придется слушать меня. Или просто выключи меня и не раздражайся. У вас этого выхода нет, это я тем говорю, кто смотрит. Вы знаете, оставаясь в одиночестве, я не говорю о пяти минутах. Я говорю, когда днями ты остаешься один. Я начал видеть то, что в суете жизни невозможно видеть. Семья, как я начал видеть правильно людей? Вы не представите, как вы начнете распознавать, различать людей. Бог мой, как ты перестанешь делать неправильные решения, потому что к тебе придет мудрость, глубина и зрелость все видеть и слышать. Во-первых, насчет себя, во-первых, насчет людей вокруг тебя. Вот почему у людей провал за провалом, бизнес провалился, семья провалилась, вторая провалилась, третья провалилась, все провалилось, потому что у тебя нет возможности поговорить с собой и изменить себя. Только понимаете, у тебя нет возможности поговорить с собой и исправить себя. Вы знаете, моя первая реакция была остановить это, эти пребывания в одиночестве. О, я испугался. Что угодно, чтобы занять себя, а занять свои мозги. Дух этого мира сделал все возможное, чтобы ты был busy и ночью был занят. Только ты просыпаешься, у тебя уже здесь 15 месседжей, 15 каких-то текстмейк, ты должен всем отвечать, и все, у тебя нет возможности быть с собой. Поэтому у меня вот эта тварь с утра, она у меня off. Знаете, что такое off? Вся вот эта тема, все, оно с утра, оно мертвое, оно даже хотело бы позвонить, оно не может. Поэтому если я не отвечаю тебе, я занят, я сиис, я ушел к Иисусу. Кто-то понимает, о чем я говорю? Мне нужно это время, я не могу делать то, что я делаю, если я не буду с ним. И я заметил, чем дальше, чем все хуже и хуже и хуже, то есть у тебя еще меньше и меньше времени. Почему так происходит? Почему мы избегаем? Помните, Библия говорит, потому что возлюбили грех, возлюбили тьму более, нежели свет. Он говорит, эти люди полюбили больше тьмы, вот почему они убегают от света, они ненавидят ничего, все заткнуть, все бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Только не поговорить, только не услышать правду. Чем темнее внутренность, тем больше человек создает свою иную лживую реальность, которой не существует. Человек подсознательно пытается создать самообман. Вы заметили, как мы иногда имеем полную провалившуюся жизнь, но мы живем в самообмане. Я называю эти люди, они строители собственных иллюзий. Знаете, как сейчас легко создать жизнь обмана и иллюзий? Это первое называется, не надо работать над этой жизнью, создай соцжизнь, создай блоги, и начинаешь жить вот там. Семья, нам даже очки не надо одевать. Большинство христиан уже живут в виртуальной реальности. Им не надо одевать что-то и подключаться, и куда-то уходить. Они уже здесь не существуют. Он проснулся и открыл свой инстаграм, и назад в лживую иллюзию того, чего нет, вместо того, чтобы исправить вот это. Ты со мной? Ну, а минимало будет. Поверьте, я знаю многих людей. Персонально. Работая с людьми, общаясь с людьми, летая, взаимодействуя с многими людьми. И по очень странной причине я знаю их аккаунты в соцсетях. Если бы знали, какие это разные люди. Давай, давай, переводи. А, говорю, если бы вы знали, какие это разные люди. Аккаунт в жизни и аккаунт в соцсети. Девушки. Ман, я хочу начинать притворение в английском. Я устал от этого. Это не так. Ты делаешь хороший работ. Но в следующем году мы открыли английский служеб. Поверьте мне, я хочу это сделать. Нормально, нормально. У нас все хорошо. Нам весело жить. Аминь. Вы знаете, я знаком с этими людьми и также знаком с их соцсетями. И знаешь, что самое интересное? Иногда просто открываешь соцсети и просто хочется просто вот так и упасть. Потому что здесь ты умоляешь людей поменять. Ты знаешь, насколько все ужасно. А там просто белоснежка. Там просто... И там Бог мой. Смотришь, парень там ушатанная жизнь. Бедный не знает, где дно, где вверх. А там в соцсетях красавчик такой. Потрать свою энергию на перемену своей жизни, а не виртуальной реальности. Я уверен, что Джона открывает соцсети своих мужей и говорит, вау, я даже не знал, что ты такой крутой. А это кого-то коснулось. Аллилуйя. Но, wife says, I don't know that my husband is so awesome. А, boy. Почему-то чаще всего те, кто должны стоять рядом с нами и те, кто умеют говорить нам правду, заметили, мы их отталкиваем и убираем из своей жизни. Ааа. Я хочу, чтобы этот человек говорил мне правду, но он меня раздражает. Я как пророк в Ветхом Завете. Помните? Не надо его приглашать, он постоянно говорит не то, что я хочу слышать. А я говорю тебе вещи, которые изменят тебя, и ты полюбишь себя, потому что ты инвестируешь внутрь себя, исцеляясь. А те, кто не должны быть рядом с нами, те, кто льстят нам, лгут нам и не скажут никогда правду в глаза, мы позволяем находиться рядом с собой и петь нам песни. Семья, мы нуждаемся в профилактике, мы нуждаемся в тех, кто скажет нам правду. Мы абсолютно в этом нуждаемся. Чем чаще ты с собой, чем правдивее ты с собой становишься. Вы знаете, что я заметил? Чаще всего фасад, который мы создаем, это даже не для людей вокруг нас, а это чаще для себя, чтобы получить желанные вещи от людей в комментариях. Кто-то понимает? Не работая получить зарплату, в кавычках. Потому что, когда тебя видят в соцсети, на твоем инстаграме, ты там с детками играешься, ты там с ними в кораблике, я там плаваю, где-то на заливе, он их там на плечиках носит, а жена с фонарями дома сидит. Мы это в соцсети не поставим. Дорогие, Бог хочет изменить тебя. Сделай себе тест. Возьми один день и отсоединись от всех и от всего. Полностью, от мобильного телефона, от всего полностью. Возьми гостиницу, куда-то, в лес, возьми палатку, неважно, уедь и просто побудь сутки с собой. Вы не представляете, как богаче внутренне вы вернетесь. Для многих одиночество я похожа на визит к зубнику, где сейчас будут удалять гнилые зубы и сверлить дырки. Но представь, как хорошо ходить к зубнику, когда у тебя с зубами уже все в порядке. Но тебе нужно пройти процесс очищения и исправления. Именно там, в полной изоляции, в одиночестве ты сможешь увидеть свое истинное лицо, свое сердце и настоящую картину. Там начнется гармония в себе. Вы знаете, я заметил, что первый метод донесения до человека истины, это услышать себя и свое сердце. Если ты минуешь это, второй метод, это когда человек не желает слышать свое сердце Бога, тогда твои ближние видят тьму внутри тебя и пытаются донести до тебя истину. И, наконец, третий метод, если ты оба не услышал, когда человек отталкивает всех и пытается, смотрите, когда человек отталкивает, тогда Бог допускает разрушению боли прийти в твою жизнь, Он будет пытаться остановить тебя, поговорить с тобой и исправить тебя. И я знаю таких людей, я знаю, когда они бежали, 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 и потом Бог все-таки раз и поймал тебя за ногу. Рушится все, рушится семья, рушится бизнес, рушится все, рушатся твои мозги. Почему? Потому что Бог сейчас тебя поймал, Ему нужно провести время с тобой. Вы давно не разговаривали, Он соскучился. И потом, хочешь ты того или нет, ты будешь в одиночке с Богом. Ты со мной? Ай, мало, аминьи, я знаю, никто в яму не хочет. Понимаете, вот почему, вот почему не любят таких, как я? Потому что, во-первых, я научился говорить правду себе, обличать себя. И это привело меня к тому, что я начал говорить правду окружающим вокруг меня, настоящую правду. Далеко не все хотят слышать. Вы согласны? Потому что услышать правду, это значит, начать задавать вопросы и начать менять себя. Люди ненавидят переменные, если вы этого не знали. Бог мой. Все внутри тебя будет противостоять перемене. Мы любим бегать по кругу, мы любим слушать одно и то же, мы любим вот эти круги. Чтобы вырвать тебя, тебе нужно начать что-то новое, тебе нужно бросить себе вызов. Тебе нужно начать вот эту дискомфортную перемену, дискомфортный разговор с собой. Мне Бог четко сказал, как узнать, что ты не прав? Вот знать, что ты не прав. Ты обиделся, ты не прав, это они не правы. Ты разозлился, это не они не правы, это ты не прав. Семья, всякая реакция, которая вынуждает тебя, что-то тебя вынуждает реагировать, это значит, внутри тебя еще не достает компонента полноценности, чтобы не реагировать на это. Тебе расти надо. Сначала я такой, нет, это не я, это моя жена, ей нужно закрыть рот. Я не буду раздражаться, если ты не будешь меня раздражать. Поняла? Дорогие, Он хочет исцелить тебя. Раздражение, это не раздражатели вокруг, Он хочет полностью освободить тебя от всего. Другими словами, как только в твоей жизни реакция, не надо винить никого, вини себя и начинай меняться. Меняться должен я, реакция должна остановиться во мне. Ничто снаружи не может высвободить во мне, высвободить во мне зло, или зависть, или ненависть. Кто-то понимает, о чем я говорю? Ничего. Реальные перемены, буду заканчивать семья, я тоже хочу кушать, кстати. Реальные перемены человека настают тогда, когда он перестает лгать себе. О, как в моей жизни начались большие перемены, когда я просто перестал врать себе. И у меня всегда, это дети, это жена, это люди меня не суппортируют, это у меня, и вообще, то есть у меня всегда был кто-то. Только я шел молиться, Бог говорит, это ты. Ты не проводишь время со мной, чтобы я тебя исцелил, и покрыл тебя своей охраной. Ты открыт для врага, атаковать тебя и завистью, и ненавистью, и злом, и всякими другими вещами. Начни проводить время со мной. Загляни внутрь своего сердца, искорени всю эту гадость, признайся себе, что ты не прав. Слами свою гордость и попроси прощения. Слами свою гордость и начни проводить время со своими детьми. Знаете, самое интересное, сначала мы так заняты для детей, а потом, когда дети уходят от Бога, мы готовы что угодно делать, чтобы их изменить. У тебя сейчас есть время, проводи с ними время. Я бросаю тебе вызов. Если ты чувствуешь, что я жизнь в тупике, ты разочарован собой, не видишь выхода, я бросаю тебе вызов провести время с собой. Научиться честно говорить с собой. И говорю тебе точно. Ты будешь удивлен, что тебе не нужен пятый энкаунтер. Тебе не нужен визит к психологу. Тебе не нужен очередной пророк или консультант. Тебе просто нужно научиться слышать собственное сердце. Потому что именно через этот инструмент Бог хочет говорить с тобой. Позволишь ли ты своему сердцу рассказать тебе правду? Вы взяли что-то для себя? Я закончил. Сегодня будет быстренько. Давайте мы поднимемся, родные. Давайте мы поднимемся. Мысль очень простая. Не дай ничему и никому украсть тебя у тебя. Проводи время с собой и с Богом. Учись слышать правду, настоящую правду. Научись меняться, адресовать вещи, которые тебе Дух Святой показывает. Кто-то слышит меня? Возьми это время. Поговори с Богом. Сделай это место у себя дома, неважно, в гараже, в шкафу, неважно где. В машине. Там, где никто и ничто тебя не отвлекает. И у тебя есть действительно возможность услышать, увидеть и поговорить с собой. Когда ты с собой, умоляю, ничего не говори. Просто сядь и на час замолчи. Выключи все. И просто дай Богу и своему сердцу поговорить с тобой. Большинство из нас, мы невозможно даже 15 минут посидеть в молчании. 15 минут. Мы уже не говорим о час. Но я бросаю тебе вызов. Ты хочешь перемен в своей жизни? Услышь себя. Тебе не нужна внешняя помощь. Тебе нужно увидеть, что внутри тебя. Бог не будет адресовать эти вещи без твоей просьбы. Ты должен попросить Его. Но чтобы попросить Его, ты должен знать, о чем просить. Если у тебя боль, если у тебя проблема, попроси Духа Святого помочь тебе. Попроси Его коснуться и исцелить эти вещи. Сразу говорю, перемены никогда легкими не будут. Тебе придется сломать свое «я». Тебе нужно будет научиться говорить «Я тебя люблю» и «прости меня». Тебе нужно научиться будет делать вещи, которые никогда в твоем характере не были. Нужно. Но Бог мой, как ты будешь благодарен себе же за то, что ты это сделал. Потому что из этих позиций, из этих решений придет абсолютная любовь и уважение к себе. Большинство из нас не могут любить ближнего, потому что мы никогда по-настоящему себя не полюбили. Мы никогда не провели с собой время, чтобы понять свою боль, свои раны, свои недостатки, свои сильные стороны. Просто понять себя, научиться прощать первого себя. Научиться слышать себя, научиться работать с собой. Подружиться с собой. Господь, я благодарю Тебя. Я верю, поднимается поколение сильных людей. Я верю, Господь, Ты поднимешь тех, которые... Отсюда выйдут чемпионы. Я верю, отсюда выйдут сильнейшие люди Твоей славы, Бог. Я верю, отсюда выйдут учителя, пророки, Господь, отсюда выйдут люди, которые будут менять жизни, массу людей. Потому что это люди, которые адресуют все вещи и меняют в себе. Я благодарю Тебя, Иисус, я благодарю Тебя, Дух Святой, драгоценный, за это присутствие, за эту атмосферу, в которой мы можем все адресовать, исцеляться и меняться. Я верю, что поднимаются настоящие сыновья и дочери Бога. Ни религиозный подделанный фейк, ни какая-то виртуальная реальность, настоящие чемпионы на этой земле, вокруг которых захотят проводить время, которым будет притягивать людей. Я благодарю Тебя, Иисус, и верю, это поколение поднимается во имя Иисуса Христа. Аминь. Воздаем ему славу. Присаживайся, дорогой. Ты крепкий, ты сильный, ты просто еще не раскусил, кто ты. Ты все можешь, тебя просто еще не давило так хорошо. О, пройди, не бойся, и ты откроешь этот источник силы внутри себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова